В городе Атарау числится 24 тысячи должников, которые задолжали по налогам 630 миллионов тенге. Представители городского управления государственных доходов и сотрудники городской административной полиции дали предупреждение и раздали уведомления лицам, уклоняющимся от уплаты налогов на движимое и недвижимое имущество. Совместно с группой телепатруль было проведено рейдовое мероприятие. Более подробно смотрите в сюжете. Рейдовое мероприятие началось с улицы Исатая Тайманова. У этого водителя автомашины Хендай с номером 202 сумма неуплаченного налога составляет 390 тысяч тенге. Сотрудники полиции проверили его документы, вручили уведомления. Теперь, если он не уплатит налог в течение 30 дней, то дело направят к судоисполнителям. Этот водитель автомашины Лексус с номером 070 остановился рядом с Домом культуры имени Курмангазы. У водителя долг 20 тысяч тенге. Этому гражданину тоже было дано предупреждение и вручено уведомление. В ходе рейда был задержан еще один водитель автотранспорта марки Тойота под номером 835, у которого долг составляет 21 тысяча 300 тенге. С водителем была проведена разъяснительная беседа и заполнено уведомление об уплате налогов. Долг по налогам этой машины марки Тойота Хай с под номером 020 составляет 100 тысяч тенге. С владельцем автомашины проведены разъяснительные работы. Также был выявлен такой же должник, владелец белой автомашины марки Тойота Хай, у которого долг достиг 456 тысяч тенге. Ему вручено уведомление. Мы вручаем уведомление плательщикам налогов и предупреждаем, если налог не будет уплачен в течение 30 дней, то дело направляется к судебным исполнителям. Сотрудники городской административной полиции за 10 дней доставили 186 машин на штрафстоянку при помощи автотранспорта «Ураган» и взыскали 22 миллиона тенге штрафов. Цель – взыскание административных штрафов, выявление граждан, совершающих административные правонарушения. Пользуясь возможностями специальных автомобилей «Ураган», мы проводим такие мероприятия совместно с налоговым комитетом. В дальнейшем эта работа будет продолжена сотрудниками местной и дорожной полиции. Продолжение следует...